добрый день у кого есть сантехническое изобретение которое стоит в углу на дачном участке или в доме наверняка столкнулись с тем наверняка есть такая проблема что уголок который стоит у него все что угодно может упасть и хорошо бы сделать какую-либо полочку к этому делу чтобы можно было на нее что-то ставить какой-то рулон запасной туалетной бумаги освежитель воздуха какие-то еще принадлежности вот сейчас мы будем делать данную полочку для этого у нас есть вот такая вот дощечка которую я нашел сарае она невзрачная но поверьте будет очень очень эстетично сделано хоть сейчас выглядит и непрезентабельно пошли делать полку итак приступаем к изготовлению нашей полочки ножовку можно использовать качестве хорошего угломера так это прямой угол так от угол под 45 градусов срезы тут дают этот 45 градусов этот угол 90 градусов даешь так линию чертишь 90 градусов так присоединяешь 45 градусов ну и само полотно может служить просто линейкой просто линейкой все равно это самое было это время на лимонах ага чертишь уже основная правда не употребляю вот так это делать и это было speeding даже еще даже раз йому карты ажи в конце доверяем ага что-либо ну получив чтобы пышка на меня поглядите и на теле в этой плите мы так долго будем делать принесем дрели и сделаем это дело как вы видите уже более-менее преобразилась внешний вид преобразился в отличие от того каким он был раньше мы сделали сверлили дырки чтобы не треснула наша декоративная панелька чтобы закрепить это дело шурупами сменим ракурс совсем маленькие шурупчики не 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 Продолжение следует... Закрепили нашу декоративную планку, осталось только ее сточить и идти монтировать. Начинаем крепить. Продолжение следует... Завинтили наш брусочек. Пытаемся еще усовершенствовать немножечко нашу конструкцию, добавив к ней бортики боковые, чтобы это было более красиво выглядело. Сейчас мы это дело все подгоним, смонтируем и будем уже крепить. Все это дело все соберем и будем уже крепить к стене. Вот наша полочка готова. Ее можно просто положить. Она будет держаться. Можно сделать хитрый вариант. Можно с обратной стороны винтить шурупчик, чтобы он немножечко торчал. Здесь сделать паз и чтобы она одевалась. Просто шурупчик заходил бы в паз и она не давала бы качаться нашей полочке. Можно так сделать. Просверлить здесь дырочку. Сюда приметить шурупчик. Шурупчик просто одевать. А можно, я здесь с обратной стороны завинтил, чтобы вид полки не портить. Вот видно, что шурупчики снизу завинчаны. А можно все-таки приметить еще два шурупчика сюда и сюда в стену. И тогда это будет, конечно, более устойчиво. Вот, конечно, задумка была, чтобы на одном шурупе держалась. Но так как здесь все-таки покатая крышечка, не удается сделать так, чтобы она хорошо держалась. Потому что она все равно качается. Либо полку уже продлевать вот досюда. Делать ее большой. Но все равно качаться будет, так как крышка покатая. Вот, в таком случае оставим полочку так. И, наверное, все-таки я... Вот, качается. Нет, я, наверное, все-таки закреплю ее с двух сторон шурупами к стене, чтобы она крепко уже держалась. Пусть здесь немножечко шурупы будут видны. Это ничего страшного. Так, что ж, будем крепить. Делать это несколько минут. Работа заставила. Я... ... Я... Делать это... Делать это... ... ... ... Делать это... ... ну вот мы сделали нашу полочку теперь она крепко держится и на нее можно ставить освежитель воздуха, туалетную бумагу, средства гигиены и чистящие средства если это видео было вам интересно, ставим лайки, подписываемся на канал